МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы, по-моему, мне кажется, могу ошибаться, единственная из мегазвезд советской эстрады. Не мегазвезда. Ну ладно, нам виднее. Это наша профессия. Позвольте уже. Кто не мечтал с детства о сцене, о карьере? Знаете, как рассказывают, что Олежка в 5 лет уже со стаканом. Олежка вообще особый. А вы вообще не думали о карьере певицы, композитора, о шоу-бизнесе? Нет, во-первых, про певицу, композитора это вообще была запретная в доме тема, потому что меня заставили поступить в музыкальную школу, заставили, потому что у меня не было дома, и у нас не было инструмента. Я ходила к соседскому Андрюхе Кудрявцеву, и я с детства подбираю, но это не есть как бы призвание, мне просто это нравилось. И меня не успели выгнать, педагог пришла, а я там разливалась. Ну, сколько мне, 8 лет было. И я, значит, пела песню, разливалась. И она говорит, а где мама этой девочки? Тетя Ира говорит, а тетя Ира артистка была, Андрушкина мама. Вот, она говорит, а можно с ней поговорить? Пришла моя мама. У меня же мама была, это гроза всех. Да, у меня мама была. Ох, ее боялись все. Ну, во-первых, характер боевой, военный. Во-вторых, она когда меня родила, она потеряла голос. Я вот так разговаривала совсем. При необыкновенной красоте ей пришла, значит, моя мама. Вот. И эта Зоя Фимоновна ей сказала, что, говорит, вы знаете, вы делаете преступление, что вы девочку не учите музыки. Мама меня любила. И она, видно, там с подружками поговорила, все. И у нас в доме появился пианино. Они все время курили на кухне. Они, это... Она и подружки. Так. А я даже уже, ну что, 8 лет, это, считай, подросток, здоровая девка. Я все время лежала под дверью кухни и слушала, как они разговаривают матом. Впитывала, значит, и вообще мало ли чу. Вот. И вдруг я лежа под дверью. Я услышала, что она говорит, девки, я своей... Ну, у меня домашняя была кличка. Меня мама звала пи***ка моя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. И она сказала, что я своей, соответственно, пи***ка. На три года взяла пианино. Угу. В кредит. Слово «кредит» мне было вообще никак не знакомо. Я усвоила три года. Я ворвалась, значит, в кухню тоже со страшным матом, потому что я так разговаривала с пеленок. Ну, все-таки не с пеленок, наверное. Ну, как научилась говорить. Так, хорошо. Мы дома так разговаривали. Принимается. Вот. Я стала орать на маму, на ее подруг. Я не хочу на три года, я его хочу навсегда. Вот. И как бы мне потом пытались внушить, что эта мама так сказала, она просто деньги будет выплачивать три года. А вообще это твое пианино. Вот. А к чему это я все рассказываю? Что-то вы меня спросили этакое. Я спросил, почему не было никаких мыслей о карьере цинической. И вот меня заставили поступить в музыкальную школу. И это был кошмарный кошмар и ужас. Я с тех пор никогда не делаю маникюр. Ну, пару раз делала, мне люди звонили. По телевизору у меня показывали, я, значит, пою. Мне просто люди звонили, говорят, ты что ногти накрасила? То есть настолько все привыкли, что это... Вот. Я не любила. Я не выучила ноты. Я не обучаемая. Так бывает. Это не шутка. Я не обучаемая. Есть какие-то вещи, которых я не могу постичь. Я не могу постичь, как пишутся ноты на линейках. И для композитора это странно. У меня есть магнитофон. То есть вы напеваете? Да, я все напеваю. Как биджист так сочиняет. И я все свои программы, я выучивала практически по слуху. Моя педагога Евгения Александровна Штальберг, она меня звала крокодилом. Потому что я, когда шла на музыку, особенно зимой это было мило, значит, у меня была папка с Чайковским, как у всех. И по дороге в музыкалку у меня были русские пироги. Кафе, не кафе, но русские пироги. Там чай-пироги. Я, значит, обгладывала ногти, желательно до крови, чтобы не было больно. Вот. Значит, заходила какой-нибудь там. Иногда вообще не ходила на музыку. А иногда я приходила вот с такими руками, значит, и говорила, Евгения Александровна, я замерзла, я не могу. И она говорила, господи, когда этот крокодил закончит музыкальную школу, я напьюсь, как свинья, у памятника Пушкина. Она всегда так говорила, почему он от нас далеко. Пусть меня в милицию забирает. И вот так я училась. Но у меня была какая-то нереальная техника. Я была как цирковая артистка. И продолжая тему русских пирогов, я однажды уже, ну... А! И тут через два года умирает мама. Я поступила в 9 лет, а мама не стала. Думаю, я больше музыкой не буду заниматься. И началась вот эта история в память о маме, надо закончить. Когда тебе все время вот это толтычит, я всегда знала, что когда я закончу музыкальную школу, я топором разобью пианино и вообще забуду думать про это, про все. Но 7 лет надо было отучиться. И вот однажды вот так... Ну, я уже взросленькая была, я захожу с папкой с Чайковским в русские пироги. Вот, что-то там пирожок беру. Я же работала. У меня же деньги свои бывали. И я, значит, вот с пятого класса была подъездом. Работали лаборантом или... Нет, подъездом мы. А, просто уборщицей, условно говоря. С пятого класса, да. Ну, как я подрабатывала. Меня устроили... Ну, это по трудовой книжке? То есть как это опять же... Конечно, по чужой. Как в советское время? А, по чужой трудовой книжке. Устроили свекровь моей сестры, пенсионерку. И я несколько раз в неделю ходила, два подъезда у нас во дворе убирала. Вот. И я такая за булками, за чаем. И вдруг... Та-дин. Евгения Александровна сидит. Я подхожу и говорю, Евгения Александровна, я же к вам иду. Типа на урок. И она говорит, Кать, ты же все равно не подойдешь. Давай хоть чаю на...